всем привет кто смотрит мой канал сейчас у нас бункеровка решил сделать коротенькое видео как это происходит расскажу немного про бункеровку и центральные манифолды начнем с самого простого что такое бункеров бункеровка это простыми словами заправка судна топлива в данный момент мы принимаем на борт дизельное топливо в количестве 750 тонн перед началом бункеровки примерно за один день старший механик начинает готовить бумаги для самой бункеровки также он составляет бункер план в нем написано и указано какое количество топлива будет приниматься и в какой танк мы его будем принимать сейчас давайте пробежимся по всем манифолдом расскажу что здесь и чему это центральный манифолд правого борта помощью этих труб соответственно и производится выгрузка погрузка танкера также здесь мы принимаем топливо которое по бункерной линии идет бункерные танки и затем это топливо мы используем главном двигателе дизель генератора и котла сейчас поднимусь покажу и расскажу более детально этого и пар манифолд нужно для того чтобы при погрузке испарения газов если они содержат опасные вещества для здоровья человека то подсоединяется дополнительная труба с терминалом и эти газы непосредственно сдаются на терминал здесь есть пин какой-то скорее всего это связано с тем чтобы по запарке не по отсоединению грузовую трубу нужно у старпома или капитана спросить следующий трубопровод для приема тяжелого топлива сколько работаю его мы никогда не использовали сразу скажу сверху это у нас кроссовер грузовых линий он соединяет между собой грузовые линии все не пронумерованы думаю вам видно примеру у нас грузовой насос номер один выгружает на первый манифолд мы открываем кроссовер номер два или номер три и у нас насос соответственно будет нагнетать груз во второй ли третий манифолд естественно также с помощью этого кроссовера мы можем грузить груз в разные грузовые линии в общем этот кроссовер соединяет грузовые линии между собой думаю понятно и соответственно три грузовых манифолд номер один красный манифолд номер два желтым цветом обозначен и номер три у нас обозначен зеленым цветом это марпол линия так называемая зачистная линия по окончании выгрузки стартком зачищает грузовые магистрали с помощью поршневого зачистного насоса и с помощью морфол линии здесь понятно ну а здесь уже заведование механик это бункерные манифолды обычно два манифолда но у нас как говорил ранее судно эконом класса то есть здесь сэкономили установили один манифолд двумя трубопроводами один идет дизельную линию в которую мы сейчас принимаем второй для тяжелого топлива который отсекается при помощи клапана с помощью такого индикатора мы видим в каком положении у нас находится клапан то сейчас клапан открыт и топливо идет по трубопроводу бункерный танк также на манифолдах как и на бункерных так и на грузовых установлены манометры для определения давления в магистрали также установлены термометры сейчас у нас 21 градус сейчас мы принимаем дизельное топливо по этой трубе у нас поступает бункер из бункерной баржи температура составляет 20-21 градус и давление соответственно в этой трубе один здесь у нас закреплен кубитейнер нужен для того чтобы на протяжении всей бункеров не поступало топливо затем это топливо набирается в бутылке для пробы кто-то хранится на судне что-то отправляется в лабораторию для анализа сейчас если честно какой-то тассол принимаем они дизельку это пробоотборник мы устанавливаем его непосредственно когда начинаем пришланговку с баржей это редюсер вот сейчас у нас бункерный шланг баржи 6 дюймов а наш манифолд 8 дюймов чтобы соединить манифолд и шланг устанавливается вот такой переходник называется он редюсер точно такие же переходники ставятся на грузовые манифолды делаются запросы у терминала они сообщают сколько дюймов у них в коннекшен и и перед выгрузкой с таком дает команду вопросом и они устанавливают редюсере нужного диаметра а вот кстати бутылочки которые мы после окончания бункеров и будем набирать пробы их пять штук одна поедет в лабораторию одна останется на борту одну отдаем на баржу и 2 мар полоски также остаются на борту обычно 1 мар полоску в этой компании почему то почему у нас 2 их остается марку ложки вкратце как все происходит приходит бункерная баржа швартуется тем временем мотористы отдают закружку на бункерном манифолде а механик обычно третий механик настраивает клапана на необходимые танки или танки в которой будем принимать бункер если несколько то лучше сразу открыть на все танки а потом прикрывать когда баржа пришвартовалась поднимается бункерный шланг с редюсером если он необходим баржах они всегда есть подняли шланг и начинаем пришлангов также устанавливаем пробоотборник для взятия анализа топлива закончили пришланговку открываем манифолд и ждем когда старший механик и старпом из баржи закончат бумагами после того как все бумаги готовы стармен говорит можно начинать вы даете команду на баржу начинаем начинать с маленьким давлением например пол килограмма можно меньше как бункер пошел вы проверяйте всю свою топливную линию смотрите чтобы не было протечек и бункер поступал нужный вам а после того как убедились что у вас все в порядке говорите чтобы поднимали давление также мотори с этим временем проверяют топливную линию и вы выходите на нужное вам давление и принимаете топлива процесс всегда разный можно 2000 тонн взять за 7 8 часов и можно как мы сейчас 750 тонн будем брать 12-13 часов баржа старая уже 38 лет как нам сказали из баржи извините больше не может давать вот так у нас происходит бункеров к на этом думаю все если понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии и люди сиди видео начинающим думаю оно будет полезным подписывайтесь на канал всем спасибо за просмотр всем удачи